У российских рыбаков есть хорошие перспективы для кратного наращивания объемов вылова. Так считает директор ВНИРО Кирилл Каланчин. И сегодня Кирилл Викторович в студии ветеринарии жизни. Кирилл Викторович, добрый день. Добрый день. Вы на ВЭФ говорили, что речь идет о дополнительном миллионе тонн. Вот откуда их взять? Во-первых, есть такой предмет, как арифметика. То есть, на сегодняшний момент нами на самом деле прогнозируемый объем выдается на год ровно на миллион тонн больше, чем вылавливается. То есть сегодня можно увеличить вылов только за счет того, что осваиваться ресурс будет не на 80 процентов, а на 100. Это как бы одна сторона медали. На самом деле на нее никто не обращает внимание, но это реально так. То есть за счет эффективности вылова можно и сегодня добавить этот миллион. С другой стороны, конечно, это дополнительные ресурсы, которые сегодня обитают в разных морях и океанах, которые совершенно спокойно могут быть задействованы в хозяйственном обороте. Другое дело, что нужны ли эти миллионы для наших рыбаков или для нашего рынка, это уже другой разговор. То есть можно выловить, и это будет все невостребовано. А все-таки какой прогноз по объемам вылова в текущем году? Все говорят о том, что у Путина Лососева идет хорошее. По каким-то другим направлениям? Ну, на самом деле, Путина Лососева – это же вещь такая. Она год от года бывает разная, и она зависит от лосося, а не от прогноза. То есть лосось, на самом деле, вносит коррективы, вот как в прошлом году, например. Мы планировали, предполагали, рассчитывали одну цифру, а на самом деле она получилась совсем иной. В этом году прогноз хороший, выполняется он практически на 100%. Это будет вторая по размеру Путина за всю историю наблюдений. Я думаю, что мы перейдем рубеж в 600 тысяч тонн лосося. А в целом по нашей стране, я думаю, что рубеж в 5 миллионов, ставший уже достаточно привычной, мы точно превзойдем. А по каким-то другим видам можно говорить о хорошем вылове, кроме лососевых? Можно говорить, можно говорить о том, что у нас очень неплохие будут показатели по ментаю. Это самая, как говорят, народная рыба, которая тоже в этом году очень хорошо добывается. И наши прогнозы о том, что ее стало много и будет еще больше, они полностью оправдываются. А на какие объемы по ментаю можно прогнозировать в НИРО? Ну, по ментаю мы тоже прогнозируем больше миллиона тонн. На самом деле это нормальная цифра. Самое главное здесь тоже эффективность промысла. То есть ментаю можно поймать и мало, и много, в зависимости от затрат, которые будут предприниматься. Ну и опять же второй момент, это приходится учитывать, что рынки сегодня достаточно специфические для нас. В основном это рынок внутренний, с одной стороны. А с другой стороны это рынки восточных стран, таких как Китай. То есть особого разнообразия, так сказать, и не получается. В НИРО периодически дают рекомендации ограничить объем вылова по тем или иным видам рыб. Вот сейчас по каким видам нужно ограничить? Ну, во-первых, что такое ограничение? Ограничение это... Нет, это по закону рыболовства самое главное для нас это сохранение ресурса. Правильно? Потому что рыба это возобновляемый ресурс. Если к нему подходить осторожно, с осторожностью, да, то она будет воспроизводиться, и таким образом можно будет ловить ее, ну, вечно, скажем так. Поэтому в случае, если прогнозируемый вылов превышается, то есть приближается к предельной величине, например, там 70-80%, и мы знаем, что за какое-то время при таких темпах может набраться 100% и даже больше, то есть и это нанесет ущерб природе, в данном случае возобновлению водных биоресурсов, то мы вводим соответствующие ограничения. И они вводятся абсолютно регулярно, это такая наша постоянная работа. Острая тема — это сброс технической воды с Фукусимы. В НИРО проводят в этом направлении исследования. Вот о чем говорят последние исследования? Во-первых, нам удалось практически попасть в тот момент, экспедиция наша шла по южным Курилам, в тот момент, когда Фукусиму как раз произвели первый сброс. Поэтому мы вовремя сумели замерить и радиацию, посмотрели наличие радиационных элементов в рыбе, в крабах и так далее, во всей морской продукции, скажем так. И никаких следов не было обнаружено. Ну, плюс ко всему, наши ученые говорят, что соответствующие течения от Фукусимы, они идут в сторону юга, не в сторону России. То есть дополнительно к этому. И потом проходят на восток, к побережью Соединенных Штатов. Поэтому, скорее всего, волноваться придется не только японцам самим, но еще и тем странам, которые располагаются в том числе Соединенных Штатов. А для России опасности нет? Для России опасности нет. И это делает дополнительно конкурентное преимущество нашим рыбакам уже начиная с этого года. Потому что вы знаете, что Китай ввел серьезные ограничения по японской рыбе. Это достаточно большой рынок, который мы надеемся, как российские рыбаки, с точки зрения государства, конечно, мы постараемся его заполнить своей продукцией. Спасибо вам большое, что пришли. Приходите еще. Спасибо.